В последние дни взгляды всех телевизионщиков страны были прикованы к экранам телевизора. Казалось бы, они и так всегда в курсе событий, но телевершина – событие особенное, ведь она для нас почти как канны или барлинали для деятелей кино, с подведением итогов года и награждением лучших. Дамы в вечерних нарядах, господа в модных костюмах. Только внимательный зритель узнает в них тех, кто еще вчера вел прямые репортажи с мест происшествий. В этот вечер у них праздник, ведь телевершина – самая ожидаемая церемония года и самая желанная награда любого журналиста, ведущего или режиссера. В этом году она была представлена в 25 номинациях. Понятное дело, конкуренция серьезная. При объявлении очередной номинации финалисты замирают, мысленно готовят благодарственную речь и надеются уехать домой не с пустыми руками. Но в любом случае радуются за коллег. Ведь, по сути, мы все делаем одно и то же дело, и неважно, на каком канале выходим. Вот уже несколько лет студия телевидения телерадиокомпании «Могилев» увозит домой своего данка. Это и почетно, и престижно, особенно для региона. За труды прошлого года мы получаем пять номинаций. Из них две телевершины за информационную программу «Днями» и тематическую в городе Бобруйске. И три диплома, ведущим Седе Каспаровой и Татьяне Лариной и программе «Дача». Информационная программа «Днями» телерадиокомпания «Могилев» и «Шуев». Победа там, где есть движение вперед. Это цитата из программы «Днями». Мы обещаем, что мы будем двигаться вперед, потому что нам это интересно. Потому что нам нравится делать телевидение. Потому что в регионах, наверное, все-таки работают талантливые люди. Мы очень любим свои семьи, очень любим регион, в котором мы живем. Это правда. Мы очень любим нашу маленькую компанию под названием телерадиокомпания «Могилев» и очень любим большую под названием «Белти радиокомпания». Спасибо вам большое. Прекрасный спич и соответствующий аплодисмент. За полтора года в эфире «Днями» стала действительно узнаваемой программой, или, как сейчас говорят, брендовой. Ее главная задача — поймать интонации, настроение, атмосферу недели, уловить ее послевкусие. Ведь, как известно, хороший журналист рассказывает о том, что волнует и его, как зрителя. И так, чтобы всякий узнавал в героях сюжетов самих себя или своих друзей и соседей. Здравствуйте, с вами программа «Днями». Я Ирина Акулович. Каждую неделю ведущий Ирина Акулович приглашает в студию гостей и экспертов, чтобы обсудить наиболее волнующие проблемы через личные ощущения и надежды собеседника. Вот закроем этот мост, дадим немножко передохнуть, и сразу переходим на другой. Номинация «Лучшая информационная программа» — честь и гордость любого телеканала. Ведь именно новости и аналитические программы — лицу телестудии. Хороший заработок и уважение. Что нужно молодому рабочему для счастья? Ну, конечно, для нас очень важна была победа в этой номинации, потому что для любой компании информационные, информационно-аналитические программы они всегда были и останутся главными. Ну, и здесь есть еще один момент. Можно иметь на студии много хороших режиссеров, операторов, звукорежиссеров, редакторов. Но если эти люди не умеют работать в команде, между ними нет химии, ничего не получится. Вот очень важно, что эта химия у нас есть. А следующая номинация, без сомнения, порадовала не только нашу команду, но и жителей города Бобруйска. Программа «В городе Бобруйске» — лучшая тематическая программа регионального вещания страны. Взяли, без сомнения, колоритом и душевностью. Витебск. Дача. Телерадиокомпания «Могилев». У «Городе Бобруйску». Телерадиокомпания «Могилев». Колебшая в этой номинации у «Городе Бобруйску». Программы «Днями» в городе Бобруйске, они абсолютно оригинальные и авторские. И вот это то, что сейчас, как мне кажется, ценится. Потому что они ниоткуда не слизаны, они не придуманы из головы, они родились из жизни, из тех эмоций, ощущений и чувств, которые авторы этих программ хотели сами увидеть на экране. Очень сложно найти попытку ощутить настроение и послевкусие, такое, как есть в программе «Днями». Или сложно найти программы с колоритом, которые есть в программе в городе Бобруйске. Они не похожи одна на другую. Но почивать на лаврах времени нет, и съемочная группа уже готовится к записи в студии подвода к будущей программе. Михаил Серков сменил на вахте Надежду Мишкевич, и, надо же, именно тот заветный выпуск принес программе награду. А Миша, получается, стал талисманом. Миша, ты, конечно, у нас олимпийский мишка, но, в принципе, звездную болезнь надо лечить. Вопросов нет, собрался. По-бобруйски, по-бобруйски. Давай, собрался? Все, собрался. Все, не запинайся. И с Шакуровым, и со Шнуровым. Раз, раз, два, три, четыре. Как слышно, прием. Внимание, запись. А было здорово. Честная пионерская. Сюжет, опрос. Слово о сюжетах. Каждый выпуск программы – это маленькое путешествие в Бобруйск. В каждом – искренняя и уникальная история его жителей, исторические факты. Ведь Бобруйск, как оказывается, вовсе не провинциальный город. А если верить самим бобруйчанам, то все лучшее в мире родом именно из этого города. Так что не зря здесь говорят, чтобы вы так жили, как мы вас ждем. И желают всем бобра. Если проводить какие-то параллели, то это, конечно, маленькая Одесса, которая наполнена вот этими лексическими какими-то оборотами, которые, в общем-то, между делом, вольно или невольно, мы тоже пытаемся как-то вставлять, общаясь между собой. И что ты имеешь мне сказать? Кто тебе испортил настроение вместо меня? Сейчас мы вам сделаем кино. Мне легко монтировать интервью бобруйчан, потому что они всегда распространенные, емкие и колоритные. С каждой программой мы узнаем что-то новое. Например, совершенно неожиданно этой весной открылись такие факты, что Юрия Гагарина, бобруйчанин, принимал у него экзамен перед отправкой в космос. И бобруйчанин же Юрия Гагарина принимал во время приземления. Еще один интересный факт, что известнейшая российская актриса Самойлова была замужем за бобруйчанином и какое-то время жила в бобруйске. И бобруйск каждый день, каждую неделю, каждую программу открывает нам что-то новое. Поэтому у нас большие планы, у нас много идей, и мы надеемся радовать бобруйчан. А еще бобруйск – это уникальная история, воссозданием которой на экране занимается Сергей Крапяков. Сергей, работа над такой программой предполагает активную работу с какими-то архивами, с документами, с людьми. Откуда информация? Ну, в общем-то, ты уже ответил на свой заданный вопрос, потому что, действительно, это архивные материалы, и это люди, прежде всего, это люди. Это наши коллеги-журналисты из Бобруйска, которые находятся там, и им проще держать руку на пульсе постоянно, да, и они охотно делятся с нами этой информацией. Я часто обращаюсь к публикациям различным, к литературе историческое. Там, действительно, вот, когда первый раз копнуло это все, как начиналась программа, там такой непаханный пласт историей, что, ох, ты закачаешься просто. В городе Бобруйске программа развлекательная, так что жанр располагает к экспериментам, а потому без неожиданностей не обходится. В больнице балкончик пожарной вышки, а туда нужно подниматься лестница пожарная внутри, и я застряла между третьим и первым этажом. То есть наш оператор Юра Авластов уже был наверху, а я не могла ни вниз спуститься, ни вверх, требовала пожарное одеяло. После женской истерики спасатели все-таки уговорили меня потихонечку спуститься вниз. Татьяна Ларина, автор и ведущая программы «Дача», на этой телевершине получила дипломы за лучшую тематическую программу и лучшее видение. А это еще раз подтверждает, что наши женщины могут все. Я сейчас познакомлюсь с очень важным человеком, который делает программу «Дача». Это режиссер программы «Дача» Александр Шевчуковский. Вот он, видите, как всегда трудится, неустанно. Ему всегда достается самая сложная роль, потому что мы воздухом дышим, а он воздухом не дышит, он все время сидит на месте. На студии Александр Шевчуковский носит гордое звание мистер-креатив. Все фишки «Дача» – его рук дело, равно как и баловство, естественно, не попадающее в эфир. Здравствуйте, рада видеть вас в добром здравии. Как вы уже поняли, это программа «Дача». Как поет Виталий Карпанов, «Дача, дача, агропередача». Вот видите, как важно знать меру. Хотя Татьяну Ларину даже образ мультяшной Фионы не портит. Зато все дачные вредители уверены, от такой красоты вмиг бы перевелись. Он сделал там, как я его просила, целиком. Общий? Да. Так, походу, ремня надувать столько надо мне. За несколько сезонов дача отметилась на самых необычных приусадебных участках не только нашей области, но и всей страны. Вместе дачники высаживали редкие цветы с кубы, строили беседки по фэншую, учились закатывать помидоры с можжевеловыми веточками и избавляться от яблоневой плодожорки. В объектив Юрия Властцова, телеоператора и соведущего Татьяны Лариной по совместительству, попали самые яркие грядки, сорта и, конечно же, дачники. То, что ты увидишь где-то у кого-то на этой участке, ты не всегда готов. Вот мы приехали недавно в Литинскую область, у человека дом в форме сфинкса. Да, вы не ошиблись. Это сфинкс, точнее его копия. И, между прочим, с носом, в отличие от настоящего. Крестный отец Исполина Руслан Кущин создавал своего сфинкса два года. Мы познакомились с бабушкой, которая собственными руками сделала беседку. Из вот таких толстых бревен бабушке, ну, где-то под 70 лет. Я не могла поверить, но оказалось, что действительно она сделала это сама. И это здорово, что есть у нас в Беларуси такие люди, такие дачники, такие активные, такие креативные. На них смотришь и думаешь, у тебя обязательно получится. Поэтому у тех, у кого еще нет дачи, обзаводитесь. Отметили дипломом и ведущую единственного молодежного ток-шоу, выходящего в республиканском эфире ток-шоу «Перезагрузки» Седу Каспарову. Более сотни выпусков в эфире и, как минимум, столько же в планах. За несколько лет программа успела изменить декорации, но осталась верна формату, открытого разговора молодых людей о том, что волнует всех. В студии «Перезагрузки» отметились едва ли не все интересные профессиональные эксперты в своей отрасли. От хаус-мастера до телережиссера. А что уж говорить о бесконечном, в хорошем смысле, потоке студентов, прошедших крещение в наших дебатах. Если вы включите телеканалы, любые, просто включите телевизор, вы подобной передачи не увидите. Вы увидите ток-шоу, но не увидите того живого разговора, которого получается в студии. Но надо всегда задавать вопрос самому себе. Ну вот ваш сын сегодня в зале, пока мы ему не передали микро... Да, он получал иногда, да. Получал все-таки? Конечно. За что получал? А лучше Скай расскажет. Ну да, наказывали, и я считаю, что в основном наказывали за дело. Этот живой диалог дает возможность высказаться и заявить о себе. Так, соведущая Владимир Илонская, будучи студенткой, однажды просто пришла на съемки в качестве зрителя. Теперь, став учителем английского языка, параллельно работает на ТВ. Живой пример активности и целеустремленности. И, по сути, это то, что и пропагандирует «Перезагрузка». Но разделить полученные награды между несколькими проектами было бы неправильно. Это заслуженный успех, плод трудов даже тех, кто занят на других программах. И стал он возможен именно благодаря этому. Наши герои могли заниматься воплощением своих идей, в то время как их коллеги создавали ежедневные новостные программы, держа руку на пульсе событий в Могилеве и области. Ведь именно оперативность определяет хорошего журналиста. И вот он итог. Наши проекты в республиканском эфире на всех каналах Белтеля радиокомпании. В эфире на «Беларусь-1» выходит «Вкусное утро» с Николаем Команцевым и программа «Дача». На «Беларусь-2» ток-шоу «Перезагрузка». А «За гранью» с Ириной Бродиловской на «Беларусь-24». С переходом на цифровое вещание расширились не только возможности, но и требования к программам и к их авторам. А постоянный зритель заметил то, как изменилась картинка в телевизоре, верно? К тому же нас уже больше и больше в интернете и социальных сетях. Ведь идти в ногу со временем значит быть готовым встретиться со своим зрителем не только в традиционном вещании. Телевершина – одна из вершин телемастерства. Главнее мастерство радовать зрителя своей работой. Получать от него ответную реакцию в виде просмотров сети, комментариев, звонков. Ведь мы делаем телевидение для вас и вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин